И следующий у нас бой, это бой, который открывает Прелимы, женский бой, Сара Морос, Толита Бернарду. Ну, что касается бразильской спортсменки, ее карьера в UFC складывается не самым лучшим образом, мягко говоря, потому что она провела два боя, оба боя проиграла, а Марион Рено сумела за 6 секунд до конца боя ее досрочить, и Реналдана же выиграла ее единогласным решением. До этого у нее был неплохой рекорд 4-1, но опять же стоит отметить, что просто отвратительно низкий уровень оппозиции, поражение решением, и все 4 победы сабмишен в первом раунде. Ну, Бернарда, в принципе, достаточно опасна в джиу-джитсу. То же самое можно сказать про ее соперницу, Сару Морос, которая определенно, скажем, своим опытом превосходит здесь Бернарду, но опять же, тоже у нее не лучшим образом обстоят дела в UFC, и вот в крайних, если брать ее крайние бои, она выиграла Эшли Эван Смит Армбара в первом раунде, сумела подловить, и в последнем своем бою проиграла Люси Пудиловой решением, где, ну, просто в стойке была очень-очень жестко избита, но имела некоторые там в партере моменты, в первом раунде переводила, контролировала Пудилову. Пыталась, пыталась много раз выйти на какие-то сабмишены, болевые, как раз в этом есть некоторая ее сильная сторона, но ничего не получилось. Опять же, можно сказать, по большому счету, что в некотором смысле эти спортсменки похожи, но коэффициенты здесь, опять же, такие достаточно разные. Сара Морос идет за 1,45, Толита Бернарда за 2,8. Вот такой суперинтересный женский бой, Андрюх, что думаешь? На самом деле, я думаю, что несмотря на 2 поражения Толиты Бернарда в UFC, именно вот этот соперник будет для нее удобен в любом случае, потому что она является достаточно однобокой спортсменкой, она вообще ничего не умеет делать в стойке, у нее абсолютно нулевые скиллы в ударной технике, но при этом у нее достаточно большая физическая сила и очень хорошие навыки в грэплинге. И, как ты уже сказал, Сара Морос ей, в принципе, не откажет в этом удовольствии непосредственно побарахтаться в партере. И здесь, я думаю, их шансы уже гораздо ближе, нежели букмекеры оценивают их по цифрам. Я не знаю, может быть, Сара Морос решит провести этот бой в стойке, но обращаю внимание на процент успешных тейкдаунов в ее статистике и процент защиты от тейкдаунов. Мне почему-то кажется, что у Толита Бернарда будут хорошие шансы удерживать ее в партере и не попасться на армбар. Я думаю, что этот бой выйдет ближе и рассмотрел бы андердога здесь как достаточно перспективного. Да, я здесь полностью согласен, практически уверен, что этот бой пройдет в партере и вполне возможно закончится именно там. И по таким коэффициентам, безусловно, мне кажется, более разумно здесь сторону андердога будет посмотреть. Ну а следующий у нас бой здесь Калвин Катар, Крис Фишгольд. Ну, собственно, Калвин Катар достаточно неплохо себя поначалу показывал в UFC. Он дебютировал против Андре Филли, выиграв того единогласным решением судей. Затем сумел нокаутировать в третьем раунде Шейна Бургоза. Но в следующем бою столкнулся с Рената Корнейро, где Корнейро достаточно уверенно с ним разобрался, выиграв единогласным решением. Его соперник Крис Фишгольд это действующий чемпион организации Кэйдж Варриорс. Ну и вообще, если рассматривать его бои, в первую очередь я бы все-таки сказал, что он более опасен в партере. Как только бой переходит на настил, он буквально прям молниеносно занимает какие-то опасные позиции, выходит на приемы. Но в последних боях достаточно неплохо себя и в стойке показывает. Опять же, я обратил внимание, что старается он, скажем так, больше сокращать дистанцию. И в ближней дистанции, в клинче очень много работает локтями, коленями и вполне себе таким неплохим тяжелым ударом обладает. Ну, как себя в UFC покажет, это, конечно, вопрос. И на данный момент коэффициенты на чемпиона Кэйдж Варриорс 3,6, а Калвин Катар 1,31. Что думаешь, Андрюх, здесь по такому раскладу? На самом деле Калвин Катар, как ты сказал, неплохо себя показывал. Но мне кажется, что его история в UFC еще не завершена, чтобы говорить о нем в прошедшем времени. Проиграть Рената Маякана, ну, это достаточно такое себе, это далеко не зазорно. Как бы Маякана это прекраснейший боец и вполне возможно в ближайшее время будет драться за титул. Калвин Катар это образцовый фейзервейд. У него абсолютно прекрасный бокс, у него отличный джеб. И работает он преимущественно в классической манере, но все настолько хорошо и точечно выверено у него, что выглядит это просто безукоризненно. Также у него прекрасный габарит, отличная физическая форма и тейкдаун диффенс также на высоте. Я не знаю, мне нечего сказать по поводу этого бойца. До его дебюта в UFC мы отмечали то, что у него не самое лучшее кардио, он часто сдавал ближе к третьему раунду. Но по боям в UFC, если честно, мне особо нечего сказать. Он с Андре Филли провел достаточно активный бой с Шейном Бургосом и чувствовался просто прекрасно в третьем раунде. Ну, я не знаю, как бы если у Криса Фишгада не получится перевести его в партер, то шансов у него, я думаю, достаточно немного. И учитывая тейкдаун диффенс Келвина Катара, я думаю, что большинство тейкдаунов он все-таки сможет отразить. Ну, а в стойке я отдам предпочтение ему за счет классического бокса, его преимущества в антропометрии. И в целом, я думаю, что в этой части боя он гораздо более опытен, и это и принесет ему победу. Да, я думаю, что, безусловно, Катар в стойке лучше. Это, мне кажется, очевидно. И Крис Фишгальд, скорее всего, будет пытаться именно переводить, именно там искать победу в партере. Ну, как ты и сказал, Катар достаточно хорошо защищается, и здесь действительно будет очень тяжело Фишгальду. Ну, собственно, посмотрим, что он придумает. Да, золотая рыбка Фишгальду не принесет удачи в этот раз, я думаю. Ну, мы перейдем к следующему бою. Субтитры сделал DimaTorzok